Сегодня в Верховном суде Республики начали оглашать приговор участникам преступной группировки «Братва». По данным следствия, на протяжении нескольких лет подсудимые терроризировали свой родной город Лениногорск, вознимая дань с предпринимателей и расправляясь с теми, кто отказывался платить. На скамье подсудимых оказались 15 человек, которым предъявлено обвинение в убийствах, организации преступного сообщества и вымогательствах. Массовое избиение в ночном клубе. Эта видеозапись, как и еще несколько подобных, была приобщена к уголовному делу о серии убийств. Расправы над обидчиками и членами конкурирующих группировок происходили в общественных местах. На глазах десятков людей-злоумышленники могли легко напасть на человека и избить его до смерти. В Лениногорске были совершены два убийства и одно покушение на убийство. В ходе раскрытия этих преступлений сотрудники МВД Торстана выявили организованную преступную группу под названием «Братва». В результате оперативных мероприятий полицейские установили причастность участника группировки к совершению еще десятка преступлений. На момент задержания в группировку входили молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Ранее не судимые в основном студенты и сотрудники местных организаций. Полицейские выяснили, что помимо войны с конкурентами, участники ОПГ специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей и учащихся образовательных учреждений. Ионов, возглавляющий группу «Братва», собрал 10 ее участников, которые были вооружены в том числе обрезками металлической арматуры, и отправился с ними на встречу. По пути они встретили трех участников группы спортсмены, после чего Ионов дал указание своим подчиненным убить участников группировки спортсмены. В дальнейшем мужчин стали избивать с применением в том числе обрезков металлической арматуры, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, другой спустя несколько дней в больнице, а третий, благодаря своевременной оказанной медицинской помощи, выжил. Для поддержания порядка в зале судебного заседания дежурили несколько сотрудников ОМОНа, полицейские и судебные приставы. Более того, чтобы избежать возможных конфликтов, родственников потерпевших завели через другой вход. Поскольку в уголовном деле несколько десятков томов, судья зачитывал приговор несколько часов. Окончательное решение будет вынесено завтра. Пьяный водитель влетел в пассажирский микроавтобус в набережных Челнах. Авария произошла в тот момент, когда из автобуса выходили пассажиры. На кадрах видеорегистратора видно, что людей от удара буквально отбросило на асфальт. Серьезные травмы получили два человека. У 39-летнего мужчины ушиб головы, у 18-летней девушки сотрясение мозга и рана на лице. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Как сообщили в ГИБДД, водитель легкового автомобиля был пьян. Это подтвердила экспертиза. Бетонные плиты рухнули на рабочих. Трагедия произошла сегодня днем на одной из Челнинских строек. По предварительным данным, между первым и вторым этажами офисного здания произошло обрушение. Под бетонной плитой оказались двое рабочих. Через несколько минут после произошедшего на стройку прибыли спасатели. Оба мужчины, одному из которых 37 лет, а другому 43 года, погибли на месте. Представитель строительной организации сообщил, что в момент установки плиты рабочие вообще не должны были там находиться. Монолитная получается колонна. То есть ее армируют, и она как бы единая целая. Когда застынет бетон. А вот на этом этапе-то самое опасное. Потому что вот ставят, видишь, подпорки специально под колонну, чтобы она там вниз. Что делали вообще там под плитой? То есть должны положить, отстояться должна. Чего они туда полезли? За участие в запрещенной на территории России группировке Хизбут-Тахрир Приволжский окружный военный суд вынес приговор двум казанцам. Участники организации несколько лет назад устроили поджог церквей в Чистопольском районе и обстреляли завод в Нижнекамске. ФСБ выявляло предполагаемых членов группировки по всему Татарстану. Представшие перед судом 39-летний Марат Дендаров и 23-летний Ибрахим Шавкатов обвинялись по статье «Участие в запрещенной организации». В Альметьевске спецоперация началась в 6 часов утра. Сотрудники ФСБ практически с боем проникли в дом предполагаемых членов запрещенной на территории России организации Хизбут-Тахрир. Задержания участников происходили по всей республике. Суды также проходили постепенно. 8 декабря Казанский военный суд вынес приговор другим членам Хизбут-Тахрир-Алислами. 8 лидеров получили 145 лет и 8 месяцев колонии на всех. Незаконные действия заключались в проведении нелегальных собраний. И кроме того, вовлечении новых лиц в деятельность этой организации, в том числе несовершеннолетних. Сегодня на скамье подсудимых оказались двое казанцев. 39-летний Марат Диндаров и 23-летний Ибрахим Шавкатов. Исходя из материалов дела, они считали, что организация не является террористической, потому и не признали своей вины. По версии следователей, мужчины распространяли запрещенную литературу с 2014 по март 2016 года. Суд приговорил их на 6 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На улице Фучика Лада Гранта протаранила припаркованную дороге китайский внедорожник. Молодой человек, управлявший отечественным автомобилем, утверждает, что у Лады неожиданно заклинило рулевое управление и машину потащило к обочине, где стояла китайская иномарка. Парень мог бы нажать на тормоз, но, вероятно, просто растерялся. Автовладелец не знает, по какой причине могла произойти поломка. Он сообщил, что и в машине 5 лет. Молодой человек пострадал в аварии на перекрестке улицы Чистопольска и Бондаренко. Там столкнулись две иномарки – «Опель» и «Субару». После удара последнюю отбросил на обочину, где она врезалась в столб. Повезло, что в «Субару» находился один лишь водитель. Очевидцы уверены, учитывая силу удара в железный столб, велика вероятность, что будь в салоне иномарки пассажиры, им бы наверняка крепко досталось. В больнице поесть еще? Да, да. Что, с головой ударишь, что ли? Да, что-то цеплено. Присегнуть не были, что ли? Да. Забыли? Ну, можно так сказать, да. Или принципиально не присегнитесь? Нет, все. Присегнуть зачем? Подобная авария происходит из-за обычной поспешности. Вот и владелец «Субару», подъезжая к перекрестку, заметил, что начинает мигать зеленый сигнал светофора. Вместо того, чтобы перестраховаться и лучше нажать на тормоза, парень решил добавить газу, пока не загорелся красный. И в последний момент заметил, что со встречной полосы перед ним начинает разворачиваться «Опель». Я ее не видел, да. Она вот именно, что начала выезжать, я вроде прибавил, чтобы успеть пролететь. Но все-таки она даже не тормозила. А прибавили скорость большая, что ли, была? Да нет. Но ты мне что, не большая. В свою очередь, автоледи на «Опеле» утверждает, мало того, что парень, управлявший «Субару», заканчивал маневр уже на красный, так еще развил огромную скорость. Все машины вот так вот стояли, я делала поворот. Вот смотрите, видите, зеленый светофор, машины стояли два ряда. И я его не заметила, он ехал с автобусной полосы. Вылетел с огромной скоростью, но я тоже ехала. Ну, я не сильно, у нее большая скорость была. Первый удар оказался небольшой, зато после него «Субару» потеряла управление. Снесла несколько секций забора и врезалась в опору уличного освещения. Доказывая свою невиновность, автомобилисты теперь будут на судебных слушаниях.